Всем добрый день, меня зовут Кристина, я являюсь руководителем клуба путешественников. Для нас действительно честь и радость принимать вас всех в этих стенах, потому что сама площадка клуба путешественников создана именно для того, чтобы люди обменивались опытом, знаниями, впечатлениями, рассказывали друг другу о новых краях и открывали их. В общем, за это огромное спасибо, что здесь. Давайте поаплодируем ребятам, которые все это организовали, а также представителям как раз Норильской Таймыра. Я желаю вам хорошего дня, вечера и новых открытий. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Андроник, я представляю издательство. Сегодня здесь мы собрались, чтобы презентовать вам новую книгу, нашу Норильск Таймыр «Современный путеводитель». Сначала буквально пару слов, да, у нас здесь есть презентация, если можно. Давайте я представлю наших гостей. Александр Александрович Пестряков, председатель Норильского городского совета депутатов. Наталья Николаевна Федявнина, директор музейного высочного комплекса «Музей Норильска». Сергей Карпухин, фотограф, путешественник, блогер. И от нашего издательства Леонид Агафонов. Наверное, сначала попросил Александр Александрович пару слов сказать про книгу. Пока еще не презентация, да? Я хочу сказать то, что, во-первых, поприветствовать всех в Москве. Мне удалось лично поприсутствовать, поучаствовать. Я сегодня тоже представлю в презентацию и путеводители. Немножко расскажу о городе Норильске, о Таймыре. И, тем не менее, приятно встретиться многие знакомые мне лица. Увидеться не только в Норильске, но и в Москве. Спасибо. Или сразу пойдем по презентации. Я, с вашего позволения, немножко с подсказкой буду. Я чиновник, мне проще читать по докладу. Уважаемые друзья и коллеги, благодарю всех участников за интерес к Арктике, к Таймыре, к Норильску. Сегодня мы презентуем современный путеводитель Норильск-Ктаймыр. Это первый комплексный гид по территории, доступный для широкой аудитории. И мы уверены, что проделанная работа над этим путеводителем является сегодня важной частью развития туризма и в Красноярском крае, и в общем, в Российской Арктике. Регионы Арктической зоны России каждый год привлекают все больше туристов в Красноярский край. В феврале этого года начал разработку и внедрение программ развития арктического туризма. И представляемый сегодня путеводитель важной части этой комплексной работы. В путеводителе размещена самая разнообразная информация о территории. Это географическое положение точки притяжения, своеобразие нашей северной кухни, особенности территории. Как вы знаете, в Красноярском крае функционируют заповедники Таймыра как особо охраняемая территория федерального значения и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Это плата Путорана. Путеводитель и читатель найдет всю информацию о Норильске и Таймыре, о работе градообразующей компании Норильский Никель, самой северной железной дороги и о туристических маршрутах нашего региона. Передавайте следующий слайд. Какие задачи призван решить путеводитель? Арктический туризм становится новым мировым трендом и привлекает все больше людей. Предлагаемые сегодня туру в Норильске на Таймыр направлены на узкий сегмент туристов. Тем не менее, есть тенденция к росту спроса на арктическое направление. В свою очередь, органы местного самоуправления наш Норильский муниципалитет готовы помогать развитию туристического кластера, нарабатываем опыт и участвуем в различных программах сотрудничества. А путеводитель сделает информацию о нашем регионе доступной, широкой аудиторией, то есть тем самым будущим нашим туристам. Таймыр – уникальный регион, обладающий колоссальным потенциалом туризма. Книга рассказывает о ключевых достопримечательностях истории, культуре, и что очень важно, в объектах открытой доступной туристической инфраструктуры. Места отдыха – это гостиницы, памятники и памятные места, природные территории. И в этом плане путеводителю отводится важная роль в активизации информационно-рекламной поддержки инициатив местных сообществ в сфере туризма. Создание книги способствует построению благоприятного облика региона. Думаю, что нужно рассмотреть возможность создания. Сейчас мы говорим следующее издание этого же справочника на английском языке, но с руководителями города обсуждаем историю создания путеводителей на третьем языке, какой мы еще не определились, но тем не менее, чтобы открыть иностранцам большую дорогу в наш регион. Население региона в своем большинстве слабо знакомо с историей и географией территории. Путеводитель призван познакомить читателей с норильским и таймэром. В этом плане возможно участие муниципалитета в качестве коммуникатора территории в работе с туроператорами, туристическими ассоциациями, на выставках, ярмарках и презентациях. Мы готовы подключиться к такой работе, а путеводитель видим настольной книгой для этого. В конце 2018 года нами, я имею в виду городом Норильском, принята уже программа развития туризма на 19-25-е годы на территории муниципального образования города Норильск. Дорожная карта программы состоит из нескольких направлений и блоков работ. Один из них – информирование. Вот, в общем-то, в рамках этого подпрограммы и появился этот путеводитель. Информирование аудитории о перспективах развития инфраструктуры в этой части роль муниципалитета достаточно высока. Происходит приведение в порядок городских пространств, проведение ремонта фасадов домов, так как развитие туризма в первую очередь оказывает положительное воздействие на изменение облика территории и наоборот. Мы сегодня развиваем городскую среду, мы понимаем, что без создания благоприятных условий пребывания в городе, прилегающей территории, туристу, конечно, было бы грустно приезжать. Я думаю, кто Норильск посещает периодически, может, в общем-то, увидеть те отличия, которые происходят в ближайшие годы, изменяется наш город. Безусловно, работа и всех местных сообществ, местных предприятий на повышение качества жизни влияет и для норильчан, поэтому нам сегодня это крайне важно. Все, что мы делаем для туристов, мы делаем и для наших, в общем-то, жителей региона. Осуществление взаимодействия с бизнес-партнерами, привлечение российских и зарубежных инвестиций в перспективную для ведения бизнеса регион. В настоящее время готовится обновление инвестиционного паспорта Норильска с включением перечня туристических объектов. В 2020-2021 годах появится более десятка новых туристических объектов в Норильске. В заключении своего выступления хочу сказать, что путеводители позволяют рассматривать территорию Норильска и Таймыра именно как туристическое пространство. В частности, это дает возможность переформатировать имидж Норильска. Многие знают, что особенно в Москве, как у нас Норильск, если спрашиваешь, все считают, что это лишь промышленность. Зачастую вспоминаются какие-то негативные публикации о городе, какие-то газ, не газ, но на самом деле, кроме промышленности, Норильск и Таймыр готовы представить и туристу, и нашим жителям совсем другую часть, совсем другую грань нашей территории. Надеюсь, что путеводитель как раз поможет эту грань приоткрыть, прочитать и все, что турист может посетить и в последующем посетить. Вот я на этом закончу, сейчас передам микрофон другому спикеру, поэтому продолжаем слушать о путеводителе. Спасибо. Наталья, пожалуйста, продолжайте. Да, мне очень приятно, что мы сегодня собрались по такому поводу. Собственно, это первое издание подобное о нашей сталкерской зоне, как я говорю. То есть есть такие регионы и места, куда легко приехать. Наша земля очень непростая, труднодоступная, поэтому такая книга, она еще более важная. Действительно, Риск и Таймыр — место, куда люди стремятся, и путешественники, современные туристы очень хотят попасть в наши края. И это обоснованно. Не только слухами земля помнится про наши чудеса и красоты. На самом деле это действительно очень красивая земля. Уже говорил Александр, конечно, привлекает плато Путорана. Какое-то магическое и по названию, и по сути свое место. Оно не просто входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно является одним из четырех природных шедевров в этом списке из российских территорий. Признан, есть такой правильный, даже зачитаю, природный феномен исключительной красоты и эстетической важности. Всего четыре таких объекта в стране. И, пожалуй, плато самое труднодоступное. Кроме природы, таймыра, плато, конечно, еще очень большой интерес представляет этнография, культура пяти этносов таймыра. Ну и сам город. Сам город – очень необычное место. И вот сложности, в чем труднодоступность. Не только транспортная, финансовая – это все по-прежнему очень далекий регион, куда трудно попасть по таким обстоятельствам. Еще и информационно. То есть у меня очень многие спрашивают, как попасть. До сих пор нужно употреблять какие-то связи, знакомства, чтобы попасть на наши территории. Особенность именно этой книги в линейке путеводителей издательства «Пресс-Пас», потому что вы видите, сколько книг уже издано этим прекрасным издательством. Так вот, наверное, особенность, она еще и в названии выражается. Потому что у нас название «Норильск.таймыр». До сих пор выходили книги под названием «Колыма», «Чукотка», все прекрасные такие, значит. «Приморье». А у нас город вынесен на обложку через точку отдельно. Я именно об этом хотела буквально несколько слов сказать, потому что в этом акценты особенностей этого издания. Ну, не только географически «Норильск» немножко находится южнее, чем сам Таймыр, ну, на самом южной части нашего Таймыра. Не только «Норильск» является воротами на плато, потому что все путешественники, а мы сегодня услышим рассказы путешественников, едут через наш город. Это такие въездные ворота, хаб транспортный для того, чтобы попасть дальше на то же плато Патарана. На самом деле и наша цель такая была, и неспроста здесь в партнерах этого издания «Музейный риск». Нам очень хотелось показать вот это особое явление — город «Норильск». Фактически среди этой бескрайней тундры он находится, как такая космическая, наверное, станция, сродни такой вот сравнения бы напрашиваться, потому что это индустриальный город-машина, город-махина, какие-то невообразимые по своей мощи промышленные площадки. При этом это город еще с трудной историей, со своим гулаговским прошлым. При этом же это город-дворец в Заполярье. Не ожидаешь там такую архитектуру увидеть, удивляются. Вот настолько, что Андроник приезжал, мы проводили презентацию в «Норильске». был удивлен, потому что даже книга не передать этой красоты города и вот неожиданной широты улиц, архитектуры. Ну и еще это чудо инженерной мысли иногда удивляются нашим внешним коммуникациям. На самом деле там бесконечное число технических решений, вот инженерной мысли для того, чтобы этот город в таких широтах, такой огромный для таких широт существовал. То есть в нем очень много, в самом по себе «Норильске» очень много интересного. И этот мегаполис, он не только растет, развивается, в последние годы растет его население. Города даже миллионники у нас скоро схлопнутся, а в «Норильск» люди едут. И мы очень хотим, чтобы ехали еще и не только жить и работать, а вот чтобы больше людей приезжало. Как ни странно, действительно, в последний год мы на себе это чувствуем, потому что в «Норильске» это выглядело несколько утопично. Туризм и таймыр, и «Норильск» — это такая вот какая-то немножко утопия, потому что это был туризм, всегда люди ехали, но это очень небольшое число людей могло себе это позволить. А сейчас мы видим, что действительно набирает темпы туристическая отрасль. Мы видим по посетителям музея в этом году. И я думаю, что здесь очень много факторов сложилось. Вот Александр у нас, Александр Ильич Пестряков здесь присутствовал. На самом деле муниципалитет и государство, вот эта огромная система, она сейчас обратила по всей стране внимание на туризм, и туризм развивается такими усилиями. И второе, наверное, самое главное — люди действительно очень хотят к нам приехать. Ну и «Путеводитель», безусловно, большое подспорье, буквально настольная книга для таких целей. То есть реальный турпродукт. Может быть, многое из того, что в этой книге размещено, очень сложно посетить, увидеть в реальности. Но хотя бы прочитать об этом точно можно. А потом, пользуясь советами, есть в нем полезные советы, так сказать, контакты, еще какая-то информация, благодаря которой те, кто решатся, смогут к нам попасть и увидеть все эти впечатления, получить в реале. Ну и можно вот и еще дальше. Про авторский коллектив я хотела сказать. Мы на этом остановились именно на норильской части презентации позавчера. Очень важно для нас, норильчан, для меня как директора музея, то, что над «Путеводителем» работало не только издательство, а точнее, мы работали очень тесным, большим авторским коллективом. Много людей в эту работу включилось. Начали мы ее почти два года назад. Присоединились не только норильские музейщики, но и журналисты. Вот у нас много тут юного подрастающего поколения, журналисты северного города, давние историки, давние музейщики, фотографы местные. То есть это очень был большой состав людей, который в итоге создал такой огромный по объему материал, он, наверное, в 10 раз больше, чем эта книга. И надо понять, что это особый тип литературы. Это должно быть читабельно, это должно быть легко воспринимаемо. Поэтому встал вопрос о том, как сделать это читабельным. Требовала шлифовка, такой отбор, инфографики очень хотелось, хороших иллюстраций, внешнего профессионального взгляда. И второй момент, который тоже очень не устраивал, мы понимали, что мы сделаем книжку, но хотелось широкой аудитории, чтобы эта книга вышла за пределы города, как положено путеводителю, распространялась в книжных сетях и в хороших книжных магазинах. Кстати, очень часто региональные, муниципальные власти создают такие книги, фотоальбомы презентационные о своих регионах, и в основном их потом почти никто не видит, кроме гостей этих администраций. Так вот, мы ровно всего этого не хотели. И я была в поиске партнера, и вот наша группа норильских товарищей была на Дальнем Востоке, и там нам попался вот этот путеводитель, который был издан издательством «Пресс-Пасс». И вот мы нашли то, что нужно, потому что, на мой взгляд, это самые качественные, самые современные, он так и называется, современный путеводитель. И обоснованно вот самые лучшие путеводители по нашим российским регионам. И еще я хотела сказать, что это очень профессиональная, очень ответственная и надежная команда работает в издательстве «Пресс-Пасс», которая выбрала для себя, в общем, очень экономически, наверное, сложную нишу. А вот с точки зрения развития регионов страны, очень важную. Ну и сегодня, соответственно, благодаря вот такой общей работе стольким людям, которые участвовали в ней, Нариск Таймыр можно теперь встретить на книжных полках лучших магазинов. И, видимо, мы еще немножко продвинулись в том, чтобы открыть Нариск миру, сделать туризм действительно понятней в наших краях и даже реальней. Так что спасибо, что пришли. Хочется этой книге долгой, большой жизни. Мы будем ее переиздавать. Действительно, через полтора месяца у нас выходит английское издание. А про третий язык – это новость. Я еще не знала. Я принимаю участие в различных мероприятиях. И мы на одном из форумов туристических обсуждали о том, что должны быть путеводители, должны быть источники, не только англоязычные. Мы говорили о восточных языках. Сейчас у нас в скором времени пройдет крупный саммит. Да, в Норильевске не саммит, а встреча мэров городов с участием представителей из 20 стран. Это САПР и Япония – учредители этого форума. Поэтому азиатский язык, а как мы знаем, в английский, французский, это европейская часть мира общается, центральная Канада и Америка, а в Азии никак. Причем мы говорим не о Китае, а именно о таких странах, как Япония. Собственно, сейчас будет часть презентации от издательства. И, кстати, они работают самыми разными языками. Есть и китайское предложение. И мы как раз для этого события делаем еще такие вкладыши на японском. Вообще широчайший диапазон возможностей. Спасибо еще раз за внимание. Андроник. Спасибо. Если можно, хочу передать теперь микрофон на Леониду Агафонову, управляющий директором НСВ издательства. Он рассказывает пару слов непосредственно о формате и о том, как мы пришли к этой работе. Здравствуйте, друзья. Огромное спасибо за комплименты. Огромное спасибо за ваши комплименты. Очень лестно слышать такие отзывы. Встречно могу сказать огромное спасибо наличанам. Вам, как заказчику, вы нас расколдовали. Потому что до этого момента мы пять лет занимались нашей линейкой путеводителей. Мы компания, основанная в Москве и, собственно, представленная в основном москвичами. Но в течение пяти лет мы сделали только одну книгу по недальневосточному региону и одиннадцать по дальневосточному. Мы были немножко заколдованы дальневосточным федеральным округом, и вы нас расколдовали. Вы нас немножко вытянули на запад. Поэтому отдельное вам и огромное спасибо за это. Что касается самой по себе нашей линейки. Действительно, появилась она в 2013 году. Наш первый опыт состоял в том, чтобы сделать книгу, которая представила бы потенциальным туристам дальневосточный регион целиком. Сейчас мы уже понимаем, что в ней было достаточно много ошибок. Мы там, правда, косячили с картами. Мы где-то переврали факты. То есть уже сейчас по прошествии времени смотрим то первое издание, находим такие вот детские ошибки. Иногда даже там вот есть над чем посмеяться. Вместе с тем это был первый подобный опыт, потому что до нас этого не делал никто. И поэтому книга, которую мы делали как тест, как эксперимент, как такая вот проба, и которую опять же в порядке эксперимента мы отдали в книготорговые сети, эта книга пользовалась очень большой популярностью. И тираж, если я сейчас не ошибаюсь, первый тираж в размере двух или трех тысяч экземпляров, он ушел с полок примерно за год. И это, собственно, нас постигнуло как раз к тому, чтобы продолжать эту работу и отнестись с ней гораздо более серьезно, чем вот как бы изначально мы предполагали. Поэтому после первой книги у нас пошли книги, уже посвященные конкретно регионам, субъектам федерации. Вот как вы действительно отметили, у нас в основном подход именно такой. Мы берем регион, рассказываем о нем, о его потенциале. Почему так? Потому что вот тот формат, который мы предложили, да, и назвали его современный путеводитель, он удовлетворяет и решает сразу же несколько целей и задач. Во-первых, это, конечно же, туристический справочник, который позволяет понять, что посмотреть, что в этом интересного, какой бэкграунд, какая история и как до этого добраться. Во-вторых, это издание, это еще и визитная карточка региона. Это возможность как раз бизнес-партнеру, иностранному партнеру в том числе, в виде емкого сжатого формата, как бы презентовать разом себя. Опять же, специфика Дальнего Востока. Людей мало, промышленности мало, красивой природы очень много. Поэтому на Дальнем Востоке именно вот такой формат презентации в виде туристических путеводителей с красивыми картинками, с интересной инфографикой и с экзотикой, он сразу же стал пользоваться спросом. Одно с другим, как бы сочетаясь, выразилось в результате в том, что мы достаточно быстро прошли этот регион. То есть за пять лет мы выпустили все путеводители по всем регионам. И при этом нашими партнерами в регионах, что интересно, были как местные туристические офисы, так и местные офисы по работе с инвесторами и с иностранными делегациями, с иностранными партнерами. И даже на первых парах, больше вторые, потому что, как вы опять же правильно заметили, к туризму интерес стал просыпаться не только у вас, но и на Дальнем Востоке, только последние год-два, вот такой вот очень живой. До этого это касалось только отдельных регионов. Поэтому путеводители, как одновременно визитная карточка, сувенир, комплексная презентация региона, а также и подробный гид по адресам, что там, как там, как-то добраться, это был такой вот ноу-хау, который в результате выродился в целую линейку. Линейка на данный момент представляет из себя, вот, собственно, здесь она, прошу прощения, вся изображена. Вот, Норильск, Таймыр, вот он здесь вот тоже представлен. Книги все базово выпускаются на русском языке, при этом у многих, я даже скажу, у большинства есть иноязычные версии. Говорили сейчас про восточные языки, у нас есть опыт выпуска книг на китайском языке, это Камчатка, Приморье на японском языке, это Камчатка, Хабаровский край, на китайском языке изданы еще за Байкале, на корейском языке мы издали Камчатку. И ценность того, что эти книги, они, вот опять же, не только делаются разовым тиражом, но и живут, потому что они продаются, потому что их покупают реальные туристы, потому что они продаются в магазинах, ценность еще и в том, что эти книги живут и переиздаются. Например, Камчатка уже пережила третье переиздание. Регион очень внимательно следит за актуальностью информации в этом издании. У нас тираж очень хорошо идет, мы делаем очень небольшие запасы, поэтому обновления, в том числе на полках, происходят достаточно регулярно. Общая книга по Дальнему Востоку, тоже переживал в этом году третье издание. Первое издание, о котором я говорил в 2013 году, это было порядка, по-моему, 290 страниц, сейчас выросли уже больше 400. То есть это уже прямо такая вот толстенная штука, килограммовый кирпич, но зато он полностью представляет потенциал Дальнего Востока туристический. Здесь последний слайд, две цифры буквально. Мы посчитали, что суммарный тираж наших книг превысил 100 тысяч экземпляров в этом году. Это на самом деле для нас достаточно серьезный челлендж, потому что бумага, в принципе, пользуется меньше популярностью, чем интернет, но как бы 100 тысяч – это такой рубеж, который мы пришагнули. Рассчитываем идти дальше. И о наших планах, если коротко, у нас в данный момент в работе находится путеводитель по Кемеровской области, и мы начали работу по путеводителю, который охватит все арктические регионы под одной обложкой. Будет называться «Российская Арктика. Современный путеводитель». Ожидаем, что сможем представить его, возможно, на этой же площадке впервые, возможно, где-то в апреле, в мае. Примерно сейчас для себя такие сроки ставим. Когда будем готовы, мы обязательно всех еще раз пригласим. Спасибо большое. Передаю микрофон. Спасибо. Вас накормили рассказами, а теперь самое время показать вам этот удивительный край. Я приглашаю Сергея Карпухина, он расскажет вам и покажет, расскажет о своих путешествиях, он буквально вернулся оттуда. Спасибо, Андринька. Так, где-то там… Я вам красивые картинки покажу. Кстати, вот я тут нарисовал где Путорана, где Таймыр. Просто многие не понимают, иногда говорят, что вот я был на Таймыре, а где конкретно? Ну, в Норильске, там, в Зудинке, в Плату Путорана. Географически это не Таймыр. Ну, я думаю, что норильчане знают. Административно это, да, к Таймырскому автономному округу относятся и Норильск, и Плату Путорана. А Таймыр, он на самом деле, вот севернее находится за Пятинахатминской низменностью. Вот, это уже Таймыр, да, полуостров Таймыр. А Путорана это еще не Таймыр. Вот, что могу сказать про этот район в том плане, в плане моих, так скажем, фотогеографических исследований, как я называю свою творческую деятельность. Вот, я, к сожалению, на данный момент не настолько глубоко проник на эту территорию, как, допустим, если сравнить с Якутией. Вот, но я стремлюсь к этому, и все-таки несколько экспедиций у меня было здесь. Вот, о них сейчас расскажу. Так, вот на поводу туризма пару слов буквально. Для развития туризма там, в принципе, кроме привлекательности, ландшафта, природы и так далее, больше пока ничего нет. Вот, все остальное это сплошные препятствия. Это, ну, во-первых, трудодоступная территория. Во-вторых, заповедник, который усложняет вообще проникновение на эту территорию. В-третьих, паспортный режим. Вот, многие иностранные друзья со мной просятся, я говорю, я ничем не могу помочь, я не могу вас туда взять, потому что вас туда не пустят. Вот, тогда о чем говорить, какой туризм, какой в развитии. Но, с другой стороны, я, в общем-то, не сторонник массового туризма. Может быть, хорошо, что пусть эта территория останется вот пока такой нетронутой. Не зря же там фильм «Территорию» сняли, хотя сюжет-то он вообще на самом деле на Чукотке. Вот, но, нет, у Олега Куваева там плата Путорана вообще в принципе нет. Но, ладно, ну, Чукотка, Чукотка. Нет, съемка-то, да, съемка в Путоранах. Но это и оправдано, потому что красивый фильм получился на самом деле. Вот, нет, фильм хороший, он красивый, по крайней мере. Вот, ладно, значит, какие у меня были путешествия на этой территории. Сильно давно, когда еще цифры не было, пленка была только, я там провел две экспедиции в 96-м году и в 2003-м. В 96-м это была такая чисто туристическая, мы там пять человек на Катамаране. Залетели вертолетом на озеро Киту, там проплыли, на себе перенесли все на Кутормакан, по Кутормакану, там спустились в озеро Хантайское, с озера Хантайского перетащили опять все на себе в Дюбкун, и там вышли уже туда, в Светлогорск. Вот, оттуда выбросились. Вот, оттуда я даже ни одной фотографии не покажу. Сильно давно. Вот. А в 2003-м году это уже была именно фотоэкспедиция по заданию издательства. Я туда поехал. И это была одна из моих экспедиций в одиночку. У меня их было много, по два, по три месяца и так далее. И здесь по Путоранским озерам я прошел большой маршрут, вот на этой байдарке, и со съемкой, естественно, где-то там месяца три получилось у меня в общей сложности. Это все я снимал тогда еще исключительно на пленку, на слайд. Я буквально несколько кадров из той экспедиции покажу, и больше ничего. Тут озеро Собачье, допустим, кордон заповедника. Тогда еще Ларин был директором заповедника. У меня была бумажка, и я там мог спокойно перемещаться с этой бумажки. Это вот водопад на Аракане между Кутурмаканом и Китой. Иркинда, туда выше водопад этот известный. Озеро Хантайское в таком вот состоянии штормовом. И такой водопад на одном из притоков в озеро Хантайского. Но наступили другие времена, цифровые. Сейчас все стало проще, гораздо эффективнее можно было. Но с 2003 года я долгое время не появлялся на этой территории. Увлекся другими регионами, той же Якутией, Магаданской областью и так далее. Но вот в прошлом году решил вернуться сюда и приехал уже с такой группой. Ненадолго, но на две недели у меня была всего экспедиция. Не те форматы, что в прошлой жизни моей. Но тем не менее, результативно получилось. Был Дюбкун, озеро Дюбкун, и там Курейка, Екталии, вот этот регион. Заезд не со стороны Норильска, а со стороны Светлогорска. Этот внутренний перелет, он, конечно, усложнился. Вот я просто сейчас покажу несколько фотографий из прошлогодней экспедиции. Патараны, сторона водопадов, естественно. Их тут море, не знаю, наверное, никто никогда не посчитает просто даже. Бесполезно считать. Но такие самые известные и крупные водопады, они, конечно, на реках, не на ручьях. Вот это на реке Нерал, например. Вот. Несколько кадров отсюда. Это был конец августа, начало сентября. Уже, видите, осенние краски тут. Хотя вот кое-что еще от наледи даже местами сохранилось. Ну, уже такие осенние состояния. Ну, и, конечно же, посетили вот этот самый крупный водопад на Курейке. Самый крупный по расходу воды вообще в России он считается. Какие-то там фотографии оттуда. Ну, впечатляет он, конечно, да, и это интересный такой фотографический объект. Естественно, любой пейзажный фотограф захочет там побывать. В сочетании с северным сиянием мне его не удалось снять. Но начало сентября вообще уже ночь есть. То есть сияние можно поймать. Вот там мне удалось сделать правда только так вот в виде дуги. Такое скромненькое северное сияние. Вот. Это восемнадцатый год. А девятнадцатый год это вот я буквально вернулся только что из очередного похода на плату тарана седьмого седьмого числа вернулся. Мы были в другом месте. Меня немножко расстроила прошлогодняя вот эта логистика через Светлогорск. Раз в неделю летает самолет, 20 килограмм только можно провести, в поселке продуктов особо не купишь. Вот. Поэтому я решил попробовать через Норильск в этом году. И мне это больше понравилось. и думаю, что в дальнейшем буду именно через Норильск. Хотя возможности тоже ограничены. Во-первых, буферной зоной только. Через заповедник это все сильно усложняется. Но я надеюсь, я как-то там внедрюсь и смогу эту территорию гораздо более глубоко освоить. Вот Собачье озеро Собачье как раз. Сверху вид. Просто покажу некоторые фотографии. Свеженькие совсем. Еще даже не все в интернете появились. в разных состояниях. Но тоже это было в те же сроки практически как в прошлом году. Вот здесь одновременно вид на Собачье и на Камикен два озера. И с 31 на 1 и с 1 на 2 по прогнозам было сияние, но с 31 на 1 небо было закрыто. Вот чуть-чуть там через дырочку зеленеется. Вот зато утром были был красивый такой свет. А с 1 на 2 все небо было открыто и все получилось. Сияние было отличное. Но небо видите в начале сентября есть свои особенности для съемки для съемки северных сияний. Небо еще светлое. даже видите еще закатный такой свет на севере туда. Небо светлое, нет такого контраста. А еще тут такая особенность, что туман над озером. То есть все это такая нетривиальная картинка с северным сиянием получилась. В общем, не как обычно. ну и утром уже съемка с туманами. Штормовые такие картины. Восход солнца. Ну водопады вот это водопад кстати на уже на ручей, впадает уже в озеро глубокое. Нас оттуда забирали. Калтеллах называется ручей. Да люди ходят. Тропа набитая. Хорошо причем. Там два водопада два ручья сходятся и прямо чуть выше их слияние на том и на другом два водопада. Так ну вот это вот то что касается плата Путорана. у меня еще было и по Таймыру путешествие такое тоже долинное месяца на три. Мы из Якутска вышли на парусно-моторном тримаране, всю Лену прошли до Устья, вышли по Ленекской протоке в море Лаптевых, пошли на запад, шли на запад шли, зашли на острова Большой, Малый, Бегичев, Преображение и с острова Преображения вот напрямую прямо на Таймыр, на косу Цветкова, так называется, вот эта коса, где есть лежбище моржей. Собственно, у нас и задача такая была, такая побочная именно исследование, мониторинг состояния вот этих моржовых лежбищ, здесь подвид лаптевских моржей. Здесь я хоть и пейзажный фотограф, но на эту экспедицию конкретно мне пришлось переквалифицироваться, я стал анималистом, потому что там с ландшафтами не так все хорошо, а зато животный мир настолько интересный, привлекательный и снимать его легко. Купить, конечно, пришлось, длинофокусный объектив для этой экспедиции прям конкретно, но тем не менее их там много, живности много, как ни странно, Арктика вроде бы условия такие суровые, а с жизнью там все переполнено, ну по крайней мере вот в летний сезон. Хотелось бы там и зимой побывать, и в другие времена года, так же, как, впрочем, и в Путаранах. Надеюсь, со временем у меня это получится. Вот на этом суденышке мы шестером прошли не знаю сколько тысяч километров, в общем, по морю, и в Торма ходили, и по-всякому там было. В общем, все эти экспедиции, они у меня, конечно, написаны, расписаны, рассказы и так далее, все это в интернете есть, там и в моем ЖЖ и так далее. Берег Цветкова, здесь такие скалы, станцы интересные. Овцы-быки, естественно, вот, сами знаете, это реинтродуцированный вид, который когда-то в ледниковый период-то вымер, но в Канаде что-то осталось, их сюда привезли, и они сейчас удачно расселились везде, начиная от Полярного Урала до Якутии, там, вот, везде есть они. Я их издалека увидел, один шел там, смотрю, там идут такие, что-то такое по распадку, и я на перерез там подкрался, и они прям вот вышли на меня уже вот прям почти вплотную и не знают, что делать, то ли убегать, то ли забодать от меня, вот, я присел там, прям крупняком их снимал, вот, но они все-таки решили вот дарпануть все-таки от меня. Правильно сделали. Вот. Ну, мы достаточно далеко на север зашли, до 75-й широты, до бухты Марии Прончищевой. Это еще где-то на пути туда. Часто бывало, что мы заходили в какую-нибудь лагуну, чтобы переждать там шторм, обратно не могли выйти. Вот, по-моему, вот здесь вот мы неделю просидели, потому что штормило, и мы выйти не могли, а в лагуне там достаточно глубоко можно зайти, это на Устьев рек обычно. Там можно было отсидеться, поснимать, чтобы не зря сидеть. Вот это лагуна называется Немцова. Лагуна Немцова. Совсем не тот, конечно, Немцов. Вот. из тех животных, что там горностайчики. Их очень сложно снимать, на самом деле. Они любопытные и могут бегать, как собачка вокруг тебя, но вот снять не так просто. Он буквально даже вот секунду не стоит на месте, мельтешит, и резкий кадр вообще трудно сделать. Ну, чайки их там полно, естественно. тоже как объект съемки. Вот. Тоже интересно. Ну, птенец он сидит, серенькая голова торчит, мамка возмущается. Вот это уже, да, вот это уже совсем на север зашли в эту глубокую бухту Марии Прончищевой. Вот так вот частенько мы обсыхали, как моряки говорят. То есть в отлив наше судно оставалось на суше, потом надо было ждать, когда снова прилив, тогда мы можем дальше идти. Однажды мы так попали, зашли глубоко, и следующий прилив до нас не дошел. И мы потом подготовились, сделали катки из тюрбаков. И когда уже к нам следующий прилив подходил, мы потихонечку толкали, толкали, толкали и сошлись все-таки с водой, мы смогли выйти. Несколько уже заброшенных полярных станций встретили на Большом Бегичево, на Преображении, а это как раз в бухте Марии Прончищевой уже на Таймыре. Когда туда там активная жизнь была вообще, а сейчас все заброшено. Арктика сейчас, конечно, опустела по сравнению с советскими временами. Многие потом, когда я опубликовал свои рассказы, многие бывшие жители этих всех полярных станций мне такие слезные письма ностальгические писали. Вот мы там работали, как здорово, что вы нам это все показали. белые медведи, естественно, тоже интересный объект. Ну, там оттаивает мерзлота по берегу, и там такая няша образуется, грязь такая. Вот он влез туда. Да. Товарищ один у нас, мы его еле вытащили, тоже вообще увязывать можно серьезно. Вот он сначала испугался нашего корабля, убежал, а потом решил, что что-то я буду свою добычу бросать, и обратно вернулся за недоеденным лохтаком, тюленем. Вот, бухта Марии Пронтищевы настолько глубоко входит в сам полуостров, что в дальнем конце она достает уже окраины гор Беранга. Самый северный материковый горный массив вообще мира. Это вот горы Беранга, и, конечно, такая заманчивая мечта для меня тоже серьезно отснять. Никто серьезно это не снимал, естественно, все эти горы, горы Беранга. Хотелось бы какую-то такую фотоэкспедицию провести, найти какие-то возможности для этого. Мы только краешек зацепили. Совершенно дикие безжизненные горы, ничего там нет, никакой растительности. Вот это косы, а на дальнем плане как раз горы Беранга. Тоже достояние Таймыра, в общем-то, природное. Интересный объект для путешественников. На одну горку мы все-таки залезли на самую ближайшую Зайчину называется, но зайцев там не встретили, зато Белого Медведя. Я не думал, что они в горы ходят, Белого Медведя. Я думал, они только на льдиных сидят, отдыхают, а этот прям там был. Не знаю, неожиданно, причем мы так вышли-то 100 метров. он агрессии никой не проявил, так ухом повел и все. Нам повезло. Вот горы Баранга. Ну, песцы, я так понял, что они вообще там людей не видели, не понимают, надо ли нас бояться, не надо. Прям вот так вот подходит вплотную смотрит. Это уже мы пошли туда на юг обратно и вдалеке еще пока виднеются вот эти Баранга. Снова портрет этого горностая. Вообще там можно встретить кроме живых животных еще куча всяких останков, в том числе и там бивни мамонта и так далее. Все это встречается. А тут это, я не знаю, это, наверное, кита что-нибудь, какая-то запчасть. И выходили мы, финишировали мы в Хаттанге. Вот это уже где-то устье Хаттанге, реки Хаттанге. И осенью частенько можно встретить оленей, диких оленей, которые мигрируют здесь, переплывают реку. На них охотятся там на самом деле еще к тому же. и сама Хаттанга, поселок, где мы завершили свое путешествие. Вот. К сожалению, вот я еще раз скажу, что по сравнению с Якутией мне особо показать нечего. Вот так слегка. хотелось бы гораздо более глубоко внедриться в этот регион, потому что он действительно очень интересен для любого типа путешественников, фотографов и так далее. Плата Путорана я считаю вообще одним из ландшафтных шедевров мира. Арктика интересна своим животным миром, да и вообще все там интересно. Поэтому, конечно, да, для меня этот регион тоже интересен и думаю, не только для меня. Вот. Спасибо за внимание. Сергей, спасибо огромное. А сейчас хочу дать пару слов Александре. Где Александра? Вон Александра. Она расскажет вам, Александра представляет компанию Russia Discovery, один из наших ведущих организаторов полиключенческих туров в России. Она расскажет вам, как туда попасть. Да, всем добрый день. Очень приятно вас видеть. Очень приятно вот уже полистать готовый путеводитель. Спасибо большое, Андроник. Так, можно, пожалуйста, мне помочь с презентацией? на рабочем столе. Так, вот это, Платарана спортмарафон. да. Прямо презентации до 10 расскажу, как добраться до плато Платарана. Наши туристы всегда подкупаются вот этим названием Платарана, всегда спрашивают, что это, откуда, как, как туда попасть. вот, но вместо вот тысячи слов мы покажем вам один ролик. Так, ну, можете понятие находиться по Тарана. Можно, пожалуйста, уйти в папку и открыть видео. самая первая. Да, сейчас возможно звук подрегулировать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Вот такой вопрос мы задаем путешественникам после того, как показываем это видео и, как правило, все отвечают, боже мой, да, мы хотим, как же это сделать, куда нужно прилететь, приехать и так далее. Я сама лично была на плато в этом году, в июле, вместе с иностранными партнерами, которым мы показывали это место. Мы уже несколько лет работаем с Норильском, с Таймыром, с Патараной, и каждый год у нас увеличивается количество предложений, количество туров, которые предлагаем путешественникам. Сейчас в нашей коллекции уже пять путешествий. Два из них, самых популярных, находятся, продвигаются по маршруту на озеро Лама, и сейчас эти маршруты проходят под эгидой Русского географического общества. И следующий слайд. И также есть еще три других маршрута. Один из них идет на озеро Дюбкун через Сатлагорск. Как раз Сергей рассказывал, что здесь сложная логистика, один раз в неделю летает только небольшой самолет из Красноярска, но здесь туристы попадают на плато совершенно с другой стороны. Здесь уже у нас есть и леса, и осенью, конечно же, прекрасные краски, и люди приезжают за рыбалкой, которую, конечно же, там находят. Еще один интересный маршрут появился буквально в этом году на озеро Собачье. В следующем году будет располагаться глэмпинг. Это такой современный комфортный формат размещения. И, конечно же, мы очень рады, что можем представить уже путешествие в дикое место, но с комфортным размещением. И самый, наверное, такой первый маршрут, который появился на плато, это маршрут на базу Бунисяк Олега Крашевского. Возможно, что все, кто из Норильска знакомы с этим человеком, да, даже более чем. Вот, в общем, на карте это выглядит так. Вот, на самом деле, что интересно, когда мы приводили в этом году иностранных коллег, это были туроператоры из Германии, Франции, Италии и Латвии. Конечно же, все были просто в полном восторге. Как же так? Такая красота и никому неизвестная. Территория платоа огромная, больше Гранд Каньона, абсолютно дикое, неизвестное место. И тут же у туроператоров просто развилась фантазия, какие же маршруты можно там сделать, что можно прийти на озеро Собачье, потом перейти на озеро Лама и, конечно, отправиться потом в Дудинку, и еще там есть оленеводы, и, в общем, много-много всего. Поэтому здесь мы как раз в Discovery конечно же верим в то, что еще дальше будет регион развиваться, появляться больше маршрутов, обогревать водителю, и еще и больше людей узнают об этом регионе. И как же добраться? Самый такой простой способ это на самолете в Норильск. И уже из Норильска на комфортных катерах мы едем на озеро Лама либо на озеро Собачье. Вот, конечно же, да, Норильск это, но, если честно, для меня впечатление было очень положительное. Город не похож ни на какой другой, то, что это действительно промышленный гигант, и это вызывает огромное уважение, что как же да, вот это все можно было построить в таком суровом климате. Вот, поэтому да, Норильск, конечно же, как точка посещения обязательно проводим экскурсию по городу. Сейчас есть возможность и спуститься в шахту Норникеля, и, конечно же, все туристы безумно этому рады, потому что такого просто нигде, наверное, в России точно не увидеть. Вот, и буквально через два часа от Норильска мы передвигаемся на катере и попадаем уже в совершенно другую реальность, такую сказку, которую, когда мы смотрим на карту, понимаем, что мы находимся только на краю сказки, потому что, конечно же, да, наши ситуры проходят в буферной зоне заповедника, в сам заповедник мы только летаем, вот, но, тем не менее, находясь даже в буферной зоне на озере Лама, мы уже, в принципе, да, ощущаем всю красоту и всю мощь этих гор без вершин. И вот в прошлом году мы отправили команду «Додо Пицца» с Федором Овчинниковым, вот, размещали, сейчас, наверное, на самой комфортной базе, называется она «Усадьба жар-птиц», находится буквально в середине озера Лама, рядом с полуостром Каменный. Вот, это, так, это у нас так, да, базы, и внутри, на удивление всех туристов, они встречают комфорт, тепло, баню, в принципе, да, с размещением в таком диком месте, и все равно можно спать и на кроватях, и тут у нас работает повар, и, в общем-то, все всем, все туристы всем довольны, и вечером обязательно ходят в баню. Да, и можно вот так наслаждаться горячей ванной, Фурако, это японская купель, и смотря на все эти горные пейзажи. Вот, поэтому иностранные туристы и туроператоры были просто в полном восторге, и тут же поняли, что все, нужно туристов сюда привозить. Вот, и каждый день мы выходим на радиальные маршруты, ходим в трекинге, заходим на вершину, сбираемся, те, кто активный и очень хотят увидеть, что же там будет сверху, вот те доходы, конечно же, да, маршруты разной сложности, если идти на вершину, то это требует достаточно хорошей физической подготовки. Да, в начале сентября уже на вершину ложится снег, вот, и, в принципе, да, можно совершенно комфортно устроить такой пикник, обед, и, конечно же, мы рекомендуем абсолютно всем туристам, приезжающим на Патарана, взять вертолетную экскурсию, и, как правило, никто никогда не жалеет, и говорит, только спасибо большое, что, действительно, буду, не знаю, откладывать деньги, но обязательно возьму вертолетную экскурсию, потому что увидеть плато с высоты птичьего полета, это, конечно же, совершенно другие эмоции, другое понимание всего масштаба, вот, и как это все выглядит с уровня вершины плато. Вот, ну и, как я уже говорила, те, кто знаком, а кто знаком с Олегом Крашевским? Кстати, поднимите, да, поднимите руки. Да, но интересная личность, не можем пойти его вниманием, не можем пойти вниманием его музей, вот, потому что, конечно, такую коллекцию даст собрать, сохранить, все-таки, там, какое бы у него ни было мнение о самой личности или Крашевского, но коллекция вызывает абсолютное уважение. Вот, самый главный вопрос, который нам задают туристы, проходящие к нам в офис или звонящие в офис, что же обстоит дело с комарами, с мошкой, и вообще, когда туда ехать, может, вообще не ехать. Мы говорим, что да, комары есть, и когда мы причисляем животные мира, в общем-то, плато, то говорим о том, что есть и эндемик, да, фатаранский баран, там есть и медведи, и волки, и, конечно же, да, есть еще и комары, но я выделила для себя два периода, можете меня поправить. Я так поняла, что два раза в летний сезон, два раза за летний сезон не бывает комаров. Это в конце июня, когда заморозки спадают и начинает уже появляться лето, то они еще не проснулись, и вот это было в конце июня, начало июля, не было ни одного комара. Весь июнь, да. Вот, весь весь июнь, то есть здесь же загвоздка идет, то, что не добраться, пока есть лед, да. Либо... После августа тоже на мошке. Да, вот, после августа. После августа не на мошке. Все, прекрасно. После первого изменаторства потом появляется мошка. Против комара и мошки. Насалья, спасибо большое, потому что я всегда провожу такое исследование и собираю это все в копилочку, чтобы потом правильно передать туристу, когда же. Называется на комарниках. И, конечно же, мы не можем тоже пройти в программах мимо города Дудинка. С этого города началось лично мое арктическое приключение семь лет назад. И, кстати, иностранные тоже реператоры были абсолютно в восторге от небольшого города, но с точки зрения как раз этнографии, когда там все рассказывается, показывается про пять главных этносов, конечно же, город невозможно туда не заехать, попробовать национальную кухню и поговорить с коренными жителями, да, попробовать строганину. Это все мы, конечно же, делаем. Вот при организации туров уже со стороны Светлогорска, у нас туристы прилетают из Красноярска до Светлогорска к Труханаве и затем уже на лодке идут вверх до озера Дюбкун. Вот другие совершенно пейзажи. Также мы останавливаемся, делаем трекинговые маршруты, рыбалку, готовим свежую икру, ходим к водопадам, ночуем и в палатках, наблюдаем вот такие невероятные краски. С сентября, если кому-то повезет, то наблюдаем уже северное сияние. И еще один сезон открыли для себя буквально в прошлом году, когда мы поехали в такой первый проверочный снегоходный тур на озеро Лама. Поняли, что все, это, в общем-то, можно открывать еще один зимний сезон, потому что комаров, мы уже знаем, нету. Это уже отпадает, но есть невероятная красота, возможно, видеть северное сияние и, конечно же, посмотреть на ледопады. Сейчас мы делаем такую программу на базе усадьбы «Жар-птица». Там есть хорошие новые снегоходы, да, также у нас в проживании проходит в тепле, купель работает, вот, и мы уже ездим к ледопадам замерзшим. Вот, небольшие группы и, в общем-то, собирая уже отзывы от людей, это, наверное, особый такой приятный момент, когда люди выражают огромную благодарность. И, действительно, с путешественниками бывают такие очень искушенные, которые ездят по всему миру, есть путешественники, которые собирают объекты ЮНЕСКО, и когда они приезжают на плато и потом возвращаются уже к нам с своими эмоциями, говорят, что они такого нигде не видели в мире, это невероятно приятно, невероятно приятно, что сейчас все это получает развитие и все больше и больше есть какая-то деятельность со стороны и администрации Норильска и Катиньярского края, да, и компания Проспас сделала просто огромную работу по созданию путеводителя, и надеемся, что такие вот места увидят, узнают намного больше людей, ну и у нас, соответственно, будет больше туристов, за что будем благодарны. Спасибо. Ну и напоследок, здесь было несколько слов сказано о том, что Арктика немножко у нас пустела, но мы наблюдаем, что ситуация меняется и интерес к Арктике появляется снова, мы очень надеемся, что это будет, приведет к каким-то серьезным изменениям, у нас здесь присутствует Александр Михайлович Воротников, проектный центр развития Арктики, буквально пару слов. Добрый день, уважаемые коллеги, я хочу очень искренне поздравить всех нас и всех вас с этой книгой. Вот очень много говорят, да, что в Арктике нужна туризм, что туризм в Арктике не разве, да, вот, именно наличие таких путеводителей, да, вот и даст возможность всем в Арктике нам побывать. Я вообще хочу поблагодарить, во-первых, издателей, кто это сделал, да, это огромная работа, и очень жалко, Леонид, да, что говорят, что сделать один русский север. Что же, я считаю, что вообще все арктические регионы заслужили такую книгу, да, то есть понятно, что Плато Путорана это уникальный объект, это объект ЮНЕСКО, но даже тоже, да, вот, Наспарк, Русская Арктика, вот на самом деле, вот я очень хорошо знаком с Вадимом Мамонтовым, и то, что он сейчас говорит вот про глемпинги вот эти, я считаю, что за глемпингами вообще будущее развития арктического туризма. Здесь можно делать ГЧП, это, это экологический туризм, тем более, да, уже принято новая программа, 19 сентября подписали программу развития туризма, я думаю, вот вы сделали, это огромный вклад в развитие нашего арктического туризма, он нам очень нужен. Спасибо, друзья. Все, теперь я думаю, что если какие-то вопросы есть, можно их в неформальном порядке обсудить друг с другом, пообщаться. Здесь мы привезли вам книг, в том числе и Норильский Аймыр, и другие путеводители. Прошу, ударим. Субтитры создавал DimaTorzok